Герой нашего обзора сегодня LED-телевизор Philips 50PFL4208T. Представитель серии 4208, стильный и тонкий, с узнаваемым фирменным дизайном. Без подсветки Ambilight и 3D технологии, но с поддержкой платформы Smart TV и вполне гуманным ценником. Внешне от представителей старших линеек 50PFL4208 никак не отличается и выглядит дорого, несмотря на демократичную стоимость. Рамки вокруг экрана такие же узкие, а внизу по центру корпуса расположен тонкий подбородок с глазком инфракрасного порта, светодиодом и логотипом компании. Вся остальная площадь лицевой панели залита черным глянцем дисплея. Подставка простая, но красивая ножка с прямоугольным основанием из темного закаленного стекла. Возможности какой-либо регулировки нет, но визуально подставка отлично гармонирует с остальным оформлением телевизора. С тылу все стандартно. Задняя крышка черный матовый пластик. Толщина корпуса радует всего пара сантиметров. Основная масса разъемов находится в чуть утопленной нише. В их числе 2 HDMI, SCART, компонент, композит, коаксиальный цифровой аудиовыход, Ethernet порт и антенное гнездо. Однако глубины ниши может не хватить при использовании кабелей с массивным терминированием. Они будут мешать при настенном креплении телевизора. Правда, некоторые популярные разъемы вынесены на боковую грань. К их числу относятся 3 HDMI, 2 USB, порт наушников и CI-слот. Телевизор оснащен встроенными тюнерами DVB-C, T и T2 и работает с кам-модулями для декодирования украинского эфирного телевидения и кабельных каналов. По доброй традиции Philips здесь уже имеется и встроенный Wi-Fi-модуль для беспроводного подключения к сети. Пульт дистанционного управления хорошо знаком по старшим линейкам, но выгодно отличается практически полностью матовым корпусом, включая заднюю крышку. Эргономика неплохая, но при переходе от просмотра телевидения к использованию Smart TV надо будет перехватывать пульт в руке. Слишком разнесены клавиши управления громкостью каналами и курсорный блок. В аппаратах линейки 4208 применяется стандартная для телевизоров Philips меню. Нажатие кнопки Home вызывает ряд иконок, из которых можно попасть в интересующие разделы. Основное внимание в интерфейсе уделено быстрому выбору из нескольких предустановленных параметров. И для того, чтобы докопаться до опции ручной настройки, приходится совершать утомительно долгое путешествие. К счастью, часто копаться в настройках не нужно, а наиболее востребованные вызываются нажатием кнопки Options на пульте. Немного удивили и другие визуальные решения. К примеру, уровень громкости отображается в виде крохотной иконки в верхнем левом углу экрана, а перечень каналов выводится в виде сетки 5х4 с большим номером канала и его текстовым названием поверх. Причем перемещение между частями списка производится справа налево, а не сверху вниз. Philips гордится экологичностью своих продуктов, и при выборе различных параметров в нижней части экрана можно увидеть графическое отображение уровня энергопотребления телевизора в том или ином режиме. В дисплеях серии 4208 используется S-IPS-матрица с разрешением Full HD 1920 на 1080 точек, за исключением моделей на 24 и 32 дюйма формата HD Ready. У них разрешение составляет 1366 на 768. Замеренное нами контрастное соотношение в режиме кино превысило значение 1200 к 1, результат отличный для этой технологии. Углы обзора не вызывают претензий, да и глянцевое покрытие дисплея также совсем не мешает. Цветовой охват в целом очень приличный, а гамма оказалась вообще практически идеальной для заводских установок. Цветовая температура малость завышена, до 7000 кельвинов, и это уже после переключения оттенка в режим теплый. Опустить значение ниже, до стандартных 6500 кельвинов не получается. Однако разница всего в 500 кельвинов абсолютно несущественна. И вообще, цифры цифрами, а в реальности никаких претензий к качеству изображения у Philips не возникало. Для тех, кто предпочитает активно использовать различные улучшалки, в серии 4208 предусмотрена система Digital Crystal Clear. Слегка упрощенный вариант Pixel Perfect HD, которая на ходу автоматически оптимизирует четкость, контрастность и цветопередач. А вот динамическое изменение яркости подсветки все же ведет себя очень агрессивно, его лучше сразу отключить. Слишком заметно плавание яркости при переключении каналов или смене источников. Панель работает на стандартной частоте 50 или 60 Гц, в зависимости от контента. Систем повышения плавности передачи динамических сцен здесь нет. Ее в Philips приберегли для серий классом повыше. Сама компания присваивает дисплеям линейки 4208 рейтинг PMR 200 Гц, если вам это что-то говорит. Интеллектуальная платформа от Philips обещает предоставить пользователю целый мир онлайн-развлечений. Но практика с теорией пока расходится. В реальности выбор приложений в украинском сегменте оставляет желать большего. К тому же после недавнего обновления программного обеспечения из перечня установленных программ пропал клиент Megagov, поэтому теперь остается довольствоваться лишь с нужбами видео по запросу из ближнего зарубежья. Благо, хоть сменить страну в магазине приложений можно нажатием пары кнопок. Веб-браузер у Philips вполне стандартен для своего класса и не имеет поддержки технологии Flash. Управлять серфингом в интернете будет удобнее, подключив мышку и клавиатуру к USB-порту. Встроенный медиаплеер не меняется уже который год. Поддержка формата в целом неплохая, за исключением несовместимости с звуковыми дорожками в DTS, типичной для дисплеев Philips. Отдельным пунктом в меню стоит клиент Skype, но для его использования следует обзавестись опциональной веб-камерой. Возможность записи телепрограмм – функция, о которой многие забывают, а зря. С ней просмотр эфирного телевидения заметно упрощается. Для постановки трансляции на паузу достаточно подключить к USB-порту дисплея флешку объемом от 4 ГБ. LED-телевизоры Philips серии 4208 – качественные современные плоские дисплеи. Хорошая контрастная картинка с большими углами обзора, достойная цветопередача и приятный дизайн – главные их плюсы. По отсутствующему 3D, признаться, мало кто будет скучать, а за функции Smart TV, судя по всему, особо переплачивать не приходится. В итоге у пользователей есть возможность за сравнительно небольшую сумму получить добротный современный телевизор с IPS-матрицей. А хороший выбор диагоналей в серии 4208 позволит легко подобрать нужную по размеру модель. Удачной покупки! Субтитры подогнал «Симон»